Вашингтон На испытаниях в пустыне Нигиф импульсом высокоэнергетической лазерной установки уничтожена летящая ракета типа ГРАД. Предлагаю срочно организовать утечку информации о результатах испытаний. Цельсообразно выдать установку за готовый образец оружия. Цель операции, основываясь на реакции потенциальных противников, выяснить состояние научных разработок в области лазерных вооружений. Председатель объединенного комитета начальников штабов Министерства обороны США. Свет может убивать. Свет обладает колоссальной разрушительной силой. Свет превращается в совершенное оружие, от которого нельзя убежать и которое нельзя перехватить. 6 ноября 2002 года. Ведущие газеты мира поспешили назвать датой начала новой революции в военном деле. Лазерный луч уничтожил летящую ракету. Но революция эта свершилась несколько раньше. Посмотрите на эти кадры. Так действует лазер, созданный МВО «Алмаз». Съемка произведена в 1982 году. Параметры установки и принцип ее действия являются государственной тайной. Если мы приставим лупу на пути солнечного луча, то этот зайчик солнечный может прожигать. Вы знаете, как прожигать увеличительным стеклом на солнце. Лазер в тысячи раз ярче солнца. Поэтому эта концентрация энергии способна испарять любое вещество. На этом принцип резки материалов лазера. Этот принцип вот уже 40 лет военные пытаются использовать для создания чудо-оружия. Американцы сделали на прожиг все-таки. Они работают на прожиг головок баллистических. На прожиг. Это мощный лазер. И такой лазер, если сделают, если научатся делать мощное, то, может быть, действительно будет гиперболоид инженера Гарина. Лазерное оружие планируется использовать на земле, на воде, в атмосфере и даже в космосе. Это является отражением чего? Технической революции, которая сейчас происходит. Сегодня большие надежды военные возлагают мучей смерти, работающей в невидимом для глаз спектре излучения. В настоящее время лазер стал привычным явлением. Например, вот такую лазерную указку можно запросто купить в любом магазине. А в середине 60-х обстановка вокруг лазера была настолько секретной, что даже само слово «лазер» запрещалось употреблять открыто. В научных статьях его называли генератором основного излучения, а машинистки в оборонных НИИ, в служебных документах, обязаны были оставлять пробел, в который позже это слово вписывалось от руки. Сегодня некоторые области применения лазера по-прежнему покрыты завесой глубокой секретности. После атомной бомбы и полета Гагарина все казалось возможным. Воображение военных рисовало картины войн, в которых кинетические средства поражения уйдут в прошлое, а противника будут поражать искусствами энергии, летящими со скоростью света. В политическом музее демонстрировали эти лазеры, и сразу думалось, первое гиперболовой, что мы сейчас создадим оружие, которое будет прожигать танцы. Но прошло 10 лет, как изобрели лазер, а смертельные лучи так и не появились. На полях малых воин рвались обычные бомбы, ракеты, снаряды. Ожидание чуда оружия затянулось, и лазеру нашли иное применение. 2 апреля 1969 года. Ленгли, штат Вирджиния, начальник управления военно-технической информацией ЦРУ. Особо секретно. По сообщению агента Нарцисс, в СССР начато производство прибора ночного видения Марс-Н. Изображение объектов получается путем сканирования лазерным лучом. Качество получаемого изображения удовлетворительнее. Планируется установка прибора на военную технику. Москва. Резидент отдела военно-технической разведки ЦРУ. 1971 год. В разгаре война во Вьетнаме. К Луне отправилась американская экспедиция «Аполлон-14». А на вооружение американской армии принимается первый лазерный дальномер. Новинкой оснащают танки. В то время большой проблемой наведения танковых орудий было точное определение дальности до цели. Старые оптические приборы позволяли точно измерять дистанцию только при остановке машины. Сложные проблемы нашли простое решение. Скорость света, величина постоянная. Поэтому время прохождения тонкого луча от объекта и обратно точно указывает двойное расстояние. Остается только поделить его на два. Отставание от Запада оказалось недолгим. Через два года Советский Союз принимает на вооружение прибор с рядовым обозначением КТД-1. Это был наш первый лазерный дальномер. Надежность изделия оказалась такова, что дальномер начали устанавливать не только на танках, но и на других видах военной техники. Даже на боевых кораблях. Это вообще-то очень легко замечается, когда приходит, применяется новое оружие, неизвестное оружие. Достаточно легко схватывается. И тут же начинаешь отрабатывать средства обороны. Тут же. Чем закрещатиться? Какую сетку? Какой сеткой закрыться? Как лазер отразить его луч в ненужную сторону? Ну, множество. Лазер можно отразить зеркалом и чем угодно. В общем-то, направить отраженный луч и не в ту сторону, в которую надо. 1972 год. Америка увязла во Вьетнамской войне. Американским военным, оккупировавшим Южный Вьетнам, необходимы громкие победы. По тропе Хо Ши Нина на юг непрерывно движутся северо-вьетнамские колонны с войсками и боеприпасами. Большинство из них проходят по мосту Тханхо. Чтобы защитить стратегический объект от бомбежек, северо-вьетнамцы устроили под мостом тюрьму для военнопленных. В Вьетнаме был мост, под которым держали вообще-то американских летчиков. Их держали, и американцы не применяли ковровые бомбардировки из-за этого. А если бы они применили, они могли разбить и мост, и уничтожить своих летчиков. Много ракетных установок, много самолетов находилось на охране этого моста. И когда появился одиночный самолет, с одиночной бомбой, никто даже этого... Ну, мало ли там разведчиков летает. А он сбросил лазерную бомбу. Она попала в ту точку, в которую надо. Мост разрушен, но и та его часть, которая, в общем-то, не задевала американца. Это была новейшая бомба Пэйвэй с головкой наведения по лазерному лучу. Впервые лазер использовался как элемент оружия. На цель наводился луч, который, отразившись, улавливался датчиками в головке наведения. Бомба падала точно на объект. В то время, когда наши советники пытались добыть хотя бы один образец новейшего оружия, несколько ящиков таких бомб случайно попало в руки вьетнамцев, которые использовали довольно странным образом. Где таких бомбы стояли, к ним привязаны были коровы. Вьетнамцы использовали оружие не по назначению явно. А ящик, когда чуть-чуть приоткрыл генерал Йорлов, там мы увидели, что висит граната, привязана к зачеку, и при всяком вскрытии этого ящика произойдет взрыв. Надо было минеров, саперов или кого-то, чтобы обезвредить это. Поэтому только внешний визуальный осмотр. Опыт локальных войн учил. Отстать значит проиграть. В середине 70-х на вооружение советских ВВС поступили новые ракеты. Их хранят в опечатанных ящиках, доступ к которым разрешен узкому кругу специалистов. Словно в математическом уравнении на ящиках стоит таинственное обозначение «Х». Название ракет напоминает головоломку «Х-20Л», «Х-25Л». Значение индекса «Л» понятно только посвященным. На наших ракетах впервые установлены лазерные головки наведения. В 1980 году на вооружение американской армии поступает снаряд «Копперхэт» с лазерным наведением. Через три года советская артиллерия получает минус «Мельчак». А еще через два года снаряд «Краснополь», разработанный тульским КБ приборостроения. Минуло второе десятилетие со дня изобретения лазера. Настала пора предъявить миру гиперболоиды, предсказанные еще в романе русского писателя Алексея Толстого. Этот аппарат инженера Гарина разрезал скалы, позволял проникнуть в глубины земли, уничтожал заводы и дредноуты. Кто знает, насколько фантазия писателя повлияла на работы физиков Басова и Прохорова, независимо от американцев, открывших лазер. В 1964 году за это открытие им вручили Нобелевскую премию. С тех пор лазер помог решить множество научных проблем, даже заглянуть в глубины океана. Создание такого лазера само по себе является технически и на научном отношении сложной задачей. Перед вами лазер, который до настоящего времени не имеет аналогов в мире, хотя он разработан нами не сейчас, а несколько лет назад. Работа лазера в видеом диапазоне спектра, он зеленый, это легко видеть, позволяет работать в области прозрачности морской воды, что делает систему подводной локации достаточно эффективной. 23 марта 1983 года США провозгласили программу стратегической оборонной инициативы, которую пресса окрестила звездными войнами. Лазеры, по замыслу разработчиков, должны были сбивать в космосе баллистические ядерные ракеты и спутники вероятного противника. В космосе уже война, ведь холодная война шла, и в космосе война готовилась. Все понимали, что космос обязательно станет ареной военных действий. И снова казалось, что обильные инвестиции в научно-технические исследования приведут к созданию боевого лазера. Если вы сфокусируете лазерный свет на удаленном расстоянии, если мощность этого лазера очень большая, вы можете резать удаленные объекты. Вот это резко удаленных объектов является сутью боевого применения лазера. Если очень-очень мощный лазер сфокусировать через 100 километров на, скажем, баллистическую ракету, которая еще медленно сравнительно движется на старте, в принципе, можно эту ракету прожечь лазером. На этом основана идея боевого применения лазера. 10 октября 1984 года. Вашингтон, округ Колумбия, директору Национального аэрокосмического агентства. Конфиденциально. При пролете над советской территорией в районе озера Балхаш, высота 210 миль, неожиданно все члены экипажа космического корабля почувствовали недомогание. Одновременно прервалась связь с Центром управления полетом, зафиксированы многочисленные отказы бортовой аппаратуры. После выхода из зоны озера Балхаш, недомогание прекратилось, связь с Землей восстановлена. Предполагаю, что причиной происшествия явилось интенсивное излучение. Капитан корабля «Челленджер». На сегодня известен единственный случай лазерной борьбы в космосе. Не так давно рассекречены подробности этой истории. Оказывается, с конца 60-х в Казахстане, в местечке Сары-Шаган, работала уникальная советская станция ТЕРА-3. Мощные лазерные установки, условно называемые дальномерами, следили за спутниками. Среди руководителей проекта были уже известные нам изобретатели лазера академики Басов и Прохоров и тогда засекреченные, а ныне всемирно знаменитые ученые Харитон и Велихов. В 1983 году министр обороны Устинов предложил испытать дальномеры на пилотируемом шаттле. Случай представился в следующем году. Щадя здоровье американских астронавтов, советские физики включили лазерный дальномер на минимальную мощность. Американская сторона заявила протест, назвав облучение корабля лазерной атакой. Но советская сторона сочла обвинение необоснованным. Применялись системы с достаточно мощным излучением. И то, это вот правильно здесь написано, что при работе по спутникам, на которых находились люди, мощность излучения всегда снижалась. До того уровня, при котором обеспечивалось надежное отслежение и надежное определение орбиты. Впрочем, инцидент продемонстрировал, что у нас есть действенные средства для отражения угрозы с орбиты, тогда как американцы не смогли создать ничего подобного. Впоследствии вооружение, использующее лазерный луч, применили на орбите, но исключительно в гражданских целях. У меня в руках один из двух уникальных лазерных излучателей, изготовленных в НИИ-Полюс для работы на станции «Мир» в космосе. Этот прибор, по просьбе специалистов, был возвращен на Землю. А второй был затоплен вместе со станцией «Мир» в океане. Вообще, лазеры в космосе используются очень активно. В истории известен случай, когда в 1985 году обыкновенный лазерный дальномер, снятый прямо с танка, спас жизнь целого космического корабля. 11 февраля 1985 года советская космическая программа неожиданно оказалась под угрозой срыва. Прервалась связь с орбитальной станцией «Салют-7», совершавшей полет в автоматическом режиме. Параметры Земля потеряла. Информации нет. Значит, несколько дней не понимали, что делать. Начали искать выход. Поняли, понятно было одно, что нужно на станцию лететь, поскольку станция неуправляемая, она со временем, орбита ее падает, она со временем может упасть на Землю. 6 июня 1985 года стартовал «Союз Т-13» с космонавтами Дженебяковым и Савиных на борту. На второй день экспедиция приблизилась к станции «Салют». Весь мир шумел, кричал, когда американская станция «Скайлор» должна была вот-вот упасть. Это обязательно там на Париж, там еще куда-то. А тут, тем более, летит неуправляемая машина 20 с лишним тонн. 8 июня в ручном режиме была произведена успешная стыковка. Удивительно, но совершалась она с помощью нашего первого лазерного прибора КТД-1. Ничего более подходящего, чем танковый дальномер, в то время не нашлось. Приборы давно известны, применяются в нашей армии. Для измерения дальности они находятся на вооружении в армии. Лазерный луч помог предотвратить страшную катастрофу и спас космическую программу Советского Союза. Вскоре реальность заставила спуститься с космических высот. К середине 80-х наступило время нового поколения высокоточного оружия. И вновь основную роль сыграли лазерные технологии. То есть новые задачи должны решаться. А вот арсенал средств, техника настолько сейчас созрела, настолько далеко шагнула вперед, что это возможно. Значит, это вот концепция высокоточного оружия, бесконтактной войны, войны на больших расстояниях, когда выигрывает тот, кто первым разведывает противника и поражает. Ну, если хотите, в какой-то мере можно это еще обозвать кнопочной войной. Хотя, конечно, даже вот этой решающей стадией не исчерпывается конфликт. Конечно, будет применено оружие всякое, в том числе и стрелковое, но важно то, которое принесет победу. В конце 80-х Тульское КБ приборостроения сделало невозможное. Управляемая ракета «Рефлекс» выстреливалась из ствола, как снаряд. Датчик наведения расположен сзади. Смещение луча ведет ракету на цель. Перехватить такой луч нельзя. Вскоре принимается на вооружение противотанковая ракета «Корнет», работающая по тому же принципу. И сегодня эта ракета не дает покоя заокеанским военам. «Корнет» «Корнет» — это самое мощное оружие против танков, но не только против них, а вообще против любых движущихся целей и огневых точек. То есть, я бы сказал так, это новое огневое средство пехоты — карманная артиллерия. Тогда пехота имеет такие системы, практически без поддержки артиллерии, то есть оперативно, мобильно, может проводить серьезные наземные операции». «Этот этап гонки лазерных вооружений остался за тульскими оружейниками, а вместе с ними в лидеры вышла Россия». 28 июня 1993 года. Вашингтон, округ Колумбия. В департамент вооружения Министерства обороны США. На полигоне Кубинка под Москвой членом правительства России продемонстрирован новейший танк Т-90. На танке установлено новое орудие и лазерная система наведения. По заключению экспертов, огневая мощь танка возросла в несколько раз. Москва — военное атташе посольства США в России. Парадоксально, но лазер, позволяющий снаряду точно поражать цель, одновременно становится средством защиты от лазерной подсветки. Уникальный танк Т-90 вобрал в себя столько новых технических решений, что его можно назвать танком нового поколения. В попытках создать подобный танк десятилетиями терпели неудачу множество конструкторских бюро, пока уральские танкостроители не вступили в кооперацию с тульскими оружейниками. Мы сделали управляемые снаряды для танков, что сразу дало скачок в эффективной дальности стрельбы втрое. И такой танк с реактивным вооружением, он, безусловно, обычный пушечный танк, уничтожает прежде, чем тот сделает первый прицельный выстрел. Я говорил с многими зарубежными специалистами, в том числе английскими, но они дают высокую оценку этому виду оружия. Ну, я говорю, скажите, почему вы не занимались таким оружием? Ну, вот, снаряд управляемый, который выстреливается из ствола пушки. Ну, они подумавши ответили, знаете, нам никогда не приходило в голову, что это можно сделать. Так появился ракетно-пушечный танк, стреляющий снарядом ракетой, наводимый по лазерному лучу. Сам Т-90 защищен от подобных атак. На его броне расположены датчики, улавливающие чужой луч. Мгновенно следует выстрел, и по этому лучу снаряд наводится на противника, который уничтожается в момент прицеливания. Сегодня вести технологическую войну могут только высокоразвитые страны. Плохо вооруженный противник неизбежно оказывается проигравшей стороной. Побежденные прибегают к методам партизанской войны и тактике террора, укрываясь за спинами мирных жителей. В конфликтах неотвратимо растут потери гражданского населения, военные действия перемещаются в город. Победа теперь не число убитых врагов, а количество спасенных гражданских жизней. ЛЦУ. Под таким названием лазер стал самым точным прицелом для стрелкового оружия, которое используется отрядами специального назначения. Теперь с хирургической точностью лазера можно обезвреживать террористов, избегая при этом случайных жертв среднемирного населения. Точность попадания требуется не только от снайперской винтовки. Без использования лазера в настоящее время немыслимо большинство систем вооружения. В странной войне чеченской там нет так врагов-то. Там они же все спрятаны. Там не найдешь их. Там надо поиском заниматься. И для того, чтобы поиском, надо летчику быть уверенным. Если ты поразил не ту цель, то открывай это уголовное дело. Допустим, ставилась задача поразить мост, по которому передвигаются колонны машин. Летчики подошли на Су-39 и сбросили. Сначала одну бомбу сбросили впереди идущие машины, а вторую сзади по этому мосту. Впереди мост развалился и сзади, а посередине стоят машины. И он так не знал, куда деваться. Угроза применения террористами оружия массового поражения вновь сделала актуальными разработки конца Холодной войны. Передвижной пункт химической разведки Даль способен обнаружить малейшие концентрации опасных веществ в воздухе. Установка определяет не только загрязнение, но и координаты и размеры облаков аэрозолей и динамику их перемещения. Уникальной машине нет аналогов в мире. Попробуйте представить себе размер 50 бактерий. Именно такое количество отравляющих веществ может быть обнаружено этой машиной в одном литре воздуха в радиусе 9,5 километров. И это еще одно свидетельство безграничных возможностей применения лазера в мирных целях. 3 сентября 2003 года. Ленгли, штат Вирджиния, директору ЦРУ. Секретно. Несмотря на режим санкций, Тульское конструкторское бюро приборостроения успешно завершило очередной этап разработок новых снарядов поколения выстрелила забы. В головке наведения установлен лазерный источник излучения, что позволяет снаряду наводиться на цель самостоятельно. Необходимо привлечение дополнительных сил и средств для получения более подробной информации. Москва. Резидент ЦРУ. Отдела технической разведки. Интерес, конечно, представляет вот эти новые виды вооружения. Если в них уступит Россия, то тогда она потеряет навсегда существенную военную мощь. От поколения к поколению лазеров возрастала мощь излучения. А такой луч способен навсегда ослепить человека, даже если наблюдение ведется через оптические приборы. В 1995 году в Вене конференция по негуманным видам оружия запретила ослепляющий луч. Это означало запрет на всякое лазерное оружие в видимом спектре излучения. Военные заказали новые разработки смертельных лучей, на этот раз в невидимом для глаз частотном диапазоне. Идея старая, и лазеры уже существует 40 с лишним лет, но боевого лазера, пригодного для полноценного боевого применения до сих пор не создано, потому что эти лазеры требуют очень высокой мощности, превышающей миллион ватт. Эта мощность должна генерироваться в течение нескольких секунд, и должны быть средства наведения луча лазера, которые позволяют его сфокусировать через 100 километров, например, или несколько сот километров. Кроме того, есть фундаментальные проблемы. Дело в том, что мощность лазерного луча в атмосфере падает пропорционально квадрату расстояния, поэтому если удастся создать источник мощного излучения с высоким КПД, то для его работы потребуется целая атомная электростанция. Это физический предел для создателей смертельных лучей. Но не будем забывать, что некоторые страны сегодня ведут разработку именно боевого лазера. И если он все-таки будет создан, то мы должны быть к этому готовы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok